Цветы, подарки и дипломы. Сегодня профессиональный праздник отмечают более 9 тысяч шинников. Ранее в гости к работникам промышленного гиганта заглянул председатель горисполкома Александр Студнев. Что сегодня Белшина для города, мы все прекрасно знаем. Это рабочие места, это люди, которые работают. Поэтому я хочу пожелать в первую очередь вам всем здоровья, благополучия. И когда профессиональные праздники празднуют Белшина, город празднует вместе с вами. Слова поздравления для коллектива подготовил и гендиректор Белшины. Андрей Бунаков пожелал сотрудникам успехов и крепкого здоровья. Я думаю, что у каждого шинника этот праздник живет в сердце. И он все равно остается значимым не только для тех, кто работает на предприятии, но и для всего города шинников, которым называют Бобруйск. Накануне бренд стал призером на ежегодном конкурсе концерта «Белнефтехим». Усовершенствованный рецепт протектора для сельхозтехники принес предприятию заслуженную награду и позволил сэкономить 86 тысяч рублей в 2019-м. Мониторяя динамику цен на мировом рынке, выбрали те ингредиенты, то сырье, которое будет дешевле на сегодняшний день, правильно, то есть со своими знаниями применили в рецепте, в режим смешения, ну и смогли без потери свойств технологических и эксплуатационных сделать продукт на порядок дешевле. Когда мы уже где-то может с третьего или четвертого раза вышли на то, чтобы мы готовы были собрать покрышку и сдать ее в ценные испытания, значит мы как бы этому делу уже обрадовались, потому что у нас получилась эта работа всего нашего коллектива. На Беларуси резинотехники тоже хвастаются достижениями. За год увеличили производительность труда на 47%, средняя зарплата выросла на четверть. На предприятии изготавливают комплектующие для мазов, тракторов, поставляют продукцию на Минский завод колесных тягачей и Гомсельмаш. Мы планируем увеличивать, наращивать объемы производства. В данный момент экономическая ситуация показывает, что темпы роста объема продукции, объема реализации, объема производства, экспорта у нас растут. Они положительные. И такая динамика у нас сохраняется уже на протяжении многих месяцев. Бобруйский механико-технологический колледж – кузница кадров для химотрасли. В 2021-м здесь начнут обучать по новой специальности – сварочное производство. Ежегодно стены «Альма-Матр» покидают порядка 200 человек. С уверенностью могу сказать, что 70% электротехнического персонала нашего города, в том числе и руководящие кадры – это все выпускники нашего учебного заведения. Что касается по другим специальностям, то у нас тоже достаточно много людей, которые построили профессиональную карьеру. День химика – особая дата для каждого десятого бобруйчанина. У профильной отрасли, отметили эксперты, большой кадровый потенциал. Молодежь перенимает опыт ветеранов труда и становится частью коллектива. Мария Бушкевич, Мария Бересневич, Владимир Гребеневич, Максим Галеонко. Итоги недели.